Виноградный ряд с козырьком из поликарбоната – конструкция, которая гарантирует стабильный урожай в самый неблагоприятный год. Здесь мы видим построена траншея, которая имеет среднюю заглубленность, так 20 сантиметров в глубину и 20 сантиметров над поверхностью почвы. Поэтому она рожковая, в разные стороны разведена, и она сделана неравносторонняя, потому что в солнечную сторону идет более длинное плечо, а в противоположную сторону идет короткое плечо. Побеги здесь будут вырастать по шпалере вверх, крепясь на этих вот тросиках, и вот здесь. Потом, значит, побеги будут попеременно разводиться в стороны. Один побег будет идти в одну сторону, другой побег будет идти в другую сторону. На той стороне побеги будут расти со свисающим приростом вниз. Возможно, будет сделана опора на забор, и побеги уйдут в ту сторону, то есть там будет такая наклонная плоскость. В эту сторону, здесь более длинное плечо, вот побеги будут расти вот до этого края, и здесь будут обрезаться. Вот, и они будут получать максимальное количество солнца. Кроме того, мы здесь видим поликарбонатный козырек. Поликарбонатный козырек, он идеально защищает виноград от града, 100%, защищает от нежелательных осадков, потому что мы здесь перевели на капельный полив. То есть это дозированная получение влаги для растения в нужное время, а нежелательная влага, которая может выпадать какие-то дождливые сезоны, вот она не будет попадать вообще в траншею. Вот этот козырек экранирует и тепло, отходящее от поверхности почвы, оно останавливается этим краном, и под этим краном наш полерий создаются совершенно идеальные условия для роста и развития винограда. Особенно, когда здесь будет расти полок, полок из листьев и побегов винограда, они будут создавать дополнительный кран, вот, и вообще здесь под этим поликарбонатом будет создаваться такая своеобразная атмосфера, атмосфера, самая благоприятная для роста и развития. Здесь не будет излишней влаги, потому что здесь все проветривается, и необходимая влажность будет, чрезмерное количество солнца винограду вредит, но необходимое количество будет получен виноград. Зимой у снега должен счищаться с такого козырька, но опора здесь очень прочная. Это квадратный металлический профиль изогнутый, вот, так что никогда он не сломается никаким количеством снега, вот, но снег счищаться должен, вот, и затем этот снег должен набрасываться на траншею. Траншея будет укрыто тоже очень хорошо, по почве будет простелен полиэтилен, лоза будет уложена на полиэтилен, и затем будут сшиты эти мешки из укрывочного материала, наполненные пенопластовой крошкой, и сверху лоза будет закрыта вот такими дышащим укрытием. Вот эта вот обрешетка, специально создана для закрытия короба. Она будет оборачиваться полиэтиленом и укладываться, и у нас получится двойной слой полиэтилена и обрешетка, которая будет выдерживать нагрузку снега. Размеры виноградного ряда мало отличаются от стандартов, принятых в любительском виноградарстве. Средняя вообще ширина траншеи это 50-70 сантиметров. В виноградаре применяют различную ширину траншей, даже начиная от 30 сантиметров, и максимально известная ширина траншеи это метр двадцать, метр сорок. Здесь выбрана средняя ширина траншеи, средние значения. Вот по моему мнению этого достаточно для получения и аккумулирования тепла. Узкие траншеи они непрактичны, они мало аккумулируют тепла, и мне неизвестны случаи, чтобы виноград, который растет в узких траншеях, давал значительный урожай. Широкие траншеи в Новосибирске распространены, и по сведениям от новосибирских виноградарей они дают много тепла, и там процентное содержание сахара высокое, добиваются виноградарей, используя это называется обская технология. Но я считаю, что широкие траншеи это хлопотно, и с ними их трудно закрывать, ну, представьте, метр двадцать, вот, это нужно больше расход материалов, менее технологичны в изготовлении, и я считаю, менее технологичны в обслуживании. Вот, поэтому я придерживаюсь средней ширины траншеи 70 сантиметров. Вот, и считаю, что глубина траншеи 20 сантиметров тоже является оптимальной по глубине, потому что она получает достаточное количество тепла, вот такая, а более глубокие, они меньше тепла накапливают и меньше получают тепла летом. Это мое личное мнение. Плюс очень хорошо работает добавок 20 сантиметров выше уровня почвы, и то в сумме получается 40 сантиметров глубина траншеи целиком. И плюс 50-60 сантиметров, вот, около 60 высоток поликарбонатного укрытия. И в сумме получается довольно-таки просторное помещение для винограда, чтобы расти, начинать свой вегетационный период. Поликарбонат на козырьке имеет длину 2 метра, и для технологии фермерского виноградарства я сделал бы полтора метра. Здесь сделано все-таки для частного удобства, чтобы здесь еще дорожка была, и тоже она была закрыта, закрыта козырьком, чтобы можно было ходить, и дождь не мочил. И кроме того, вот, эта шпалера может закрываться полиэтиленом. Если, например, сезон прохладный, тогда можно закрыть полиэтиленом. Вот здесь имеется тросик, к которому прикрепляется полиэтилен, вот, и виноградный ряд превращается в теплицу. Вот, и в сезон, когда, например, в открытом грунте у других виноградарей, вот, виноград может не вызреть, то вот у такой конструкции он вызрит всегда, в сибирских условиях. На траншею под козырьком СПК легко и надежно устанавливается поликарбонатное парниковое укрытие. Поликарбонатное парниковое укрытие будет устанавливаться ранней весной и осенью. Осенью при угрозе заморозков, а весной, с самого начала вегетации, вот, будет защищать лозу растущей почки от заморозков, создавать там высокую температуру, вот, необходимую для начала вегетации, и виноград будет развиваться очень интенсивно, интенсивно, и затем будет переводиться на шпалеру. Вот это называется поликарбонатным парником, это полутораметровый лист поликарбоната 6 метров, режется на 4 куска по полтора метра, вот, и затем устанавливается, вот, он легко снимается, легко снимается, и так же легко устанавливается. Крепления у листа сделаны таким образом, что туда свободно может вставиться еще один лист, вот, по ширине. Поэтому, если мы будем устанавливать еще один лист нахлёст, нахлёст на этот, так, то ширина, ширина крепления позволяет туда вставить еще один лист. Ой, ширина этого крепления 8 миллиметров была сделана, вот, для того, чтобы туда внахлёст можно было поставить два листа. Вот, он туда с усилием будет заходить и будет крепко держаться. Ряд будет закрыт листом внахлёст один на другой. Но здесь нужно учитывать, что для того, чтобы был легкий доступ, легкий доступ туда, в хреншее, вот, необходимо не один на другой ставить попеременно, а необходимо установить один лист, затем через два метра поставить второй лист, да, а третий лист поставить сверху внахлёст на эти два. Тогда у нас получается, что у нас через один лист, через один лист будет открываться, потому что он будет сверху, вот, и мы открываем, получаем два метра доступа в траншею и еще по метру доступ в одну и в другую сторону. Виноградный ряд под поликарбонатным козырьком можно очень быстро переделать в теплицу. В случае, если сезон неблагоприятный, прохладный и откровенно холодный, вот, можно быстро, буквально за два часа, за два часа превратить виноградный ряд с козырьком, вот, в теплицу. Здесь по периметру козырька протянут стальной тросик диаметром 3 миллиметра, вот, через 50 сантиметров закрепленный, вот, и полиэтилен по периметру оборачивается, заводя за тросик и заклеивая скотчем, приклеивая скотчем, вот, крепится сверху, и по земле тоже идет тросик, к которому тоже заворачиваются и крепится полиэтилен. И здесь, там, где стоят столбики, вот, скотч оборачивается вокруг столбика и приклеивается к полиэтилену. То есть у нас полиэтилен закреплен сверху на тросике, снизу по земле на тросике, и прикреплен к этим вот стойкам. Этого достаточно, чтобы выдержать, ну, небольшой ветер. При более таких вот сильных ветрах необходимо, конечно, применять армированный полиэтилен, вот, либо еще дополнительные какие-то крепления делать для этого полиэтилена. При укрытии полиэтиленом виноград начинает получать значительное увеличение тепла, и может вегетировать и созревать в неблагоприятные сезоны. Вот, так что я считаю, что вот такая быстрая и мобильная установка защиты в виде полиэтилена, она для сибирских, для северных широт, дает значительный плюс, вот, при выращивании винограда. Владелец этого виноградного ряда интересуется виноделием. Поэтому здесь посажены только технические сорта – 24 куста через полтора метра друг от друга. Виноградарь уверен, что в этих условиях вызрют даже поздние сорта, нетипичные для Сибири. Мы предполагали урожайность, урожайность технических сортов от 5 до 10 тонн с гектара. И я уверен, что это очень быстро окупит эти вот затраты. На примере этого молодого куста мы можем наблюдать, насколько благоприятны условия для роста и развития винограда под поликарбонатным козырьком и в такой траншее. И сейчас они продолжают активно-активно вегетировать. Вот, у них загнутые коронки. И в данных условиях, так, что этот ряд виноградный будет закрыт полиэтиленовой пленкой и превращается в теплицу. Затем при приближении заморозков будет установлен поликарбонатный парник. То есть период вегетации и безморозного периода для этих кустов винограда значительно увеличивается. Поэтому я уверен, что лоза у них вызрит на значительную длину. Поэтому вот такие технологии позволяют гарантированно получать додревание лозы у разных, даже проблемных сортов винограда. Это конструкция, в общем-то, для обеспеченных людей. Но я сконструировал другую конструкцию для фермеров. То есть там, где можно производить посадку винограда гектарами. Значит, там я могу сказать, мы рассчитывали совсем вместе с зимним укрытием, без полиэтилена, 2000 рублей за погонный метр траншеи или виноградного ряда. 2000 рублей. Но это капитальные вложения, это капитальные затраты. То есть они делаются один раз. Текущие расходы, они значительно уменьшаются при вот таких вот технологиях. И потом они значительно окупаются. А если пытаться сэкономить деньги и сделать проще, то тогда текущие затраты очень значительные. И в результате получается в Сибири неудача при выращивании винограда. Я считаю, что спроектированный вот этот виноградный ряд с поликарбонатным козырьком является на сегодняшний день, ну, это просто совершенство от технологий виноградных для северных регионов страны. Сибири неудача при выращивании виноградных